Сегодня мы начинаем разговор о современной эстетической мысли, причем современной эстетической мысли не на примере трудов, теоретиков искусства или теоретиков современной позиции или культуры, а на примере эстетических взглядов самих художников, то есть художников с большой буквы, не живописцев, а тех, кто создает новое искусство. На мой взгляд, это наиболее интересно, потому что позволяет отследить ту самую-самую передовую, самую пиковую точку, в сторону чего поднимаются котировки, в сторону чего они срезаются вниз, куда идет осмысление прекрасного и безобразного в наши дни, трагического, комического. И, на мой взгляд, наиболее ярко, наиболее, так скажем, достоверно это можно выяснить, обращаясь к теоретическим трудам самих творцов. Но, естественно, не всех, а тех, кто способен осмыслить свой процесс в должной мере. А таких, в общем-то, не так уж много. И первая фигура, к которому мы обратимся и будем его рассматривать не одну лекцию, ибо он того достоин, это один из самых крупных ныне живущих архитекторов. Его зовут Рэм Копхас. Я выбрал Рэма не случайно, потому что к нашей стране он имеет непосредственное отношение, хотя он и голландец по национальности, он не русский, это видно из имени и фамилии его, но, тем не менее, он имеет с Россией очень тесные связи. Волхас считается одним из авторов проекта реконструкции Центра современного искусства «Гараж» в парке Горького. Очень такое знаковое здание не только по своей архитектуре, а по тому, что оно несет для столицы. Компания «Полхас» причастна к строительству входной зоны строящегося сейчас инновационного центра «Сколково». Он заявлен одним из консультантов Эрмитажа и занимается планировкой реконструкции как главного штаба, так и нескольких других объектов, Эрмитажа принадлежащих. И Компхас даже вел курс в Москве в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Так что он здесь бывал, и как сам признается Колхас, Москва один из самых его любимых городов. Он испытал влияние значительной русской культуры, он входит в Совет, комитет международного попечительства наследия Мельникова, архитектора, и он действительно испытал влияние как русского конструктивизма, так и русской литературы. Дело в том, что если читать Колхаса, то постоянно наталкиваешься, что он очень часто цитирует русских классиков. Как сам Колхас пишет, что с 11 до 15 лет я не занимался ничем, кроме чтения, и прочел всех русских классиков, от начала и до конца. Это на самом деле неудивительно, потому что библиотека в их доме была колоссальная, ибо он родился в семье не совсем обычных людей, а людей очень известных и творческих. Потому что его отец, Антон Колхас, это очень крупный писатель и сценарист, прежде всего сценарист, который сотрудничал с таким документалистом, как Берт Ханстер. И две их совместные киноленты, это документальное кино, 60-70-х годов, были номинированы на Оскар. Ну, несмотря на то, что Оскара они не получили, а фильм «Голландец» получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. То есть это очень престижно. А, то есть его отец очень знаковая такая фигура. И этот фильм, я уже назвал его, «Голландец», можно встретить название «12 миллионов». И так, и так, вполне может быть. Он есть с русскими субтитрами в интернет-сети, в свободном доступе, так что с ним можно ознакомиться. Он демонстрирует очень любопытный взгляд на жизнь Голландии после Второй мировой войны. Собственно, на то время, когда там воспитывался молодой Ремен. Вторая же известная кинолента с участием у отца, с участием в качестве сценариста. Это «На границе с животным миром», она так называется на русском языке. Она отсылает уже совсем к иному пространству, к тому пространству дикой природы, в котором воспитывался Рем Колхас, начиная с 8 лет. Дело в том, что его отец был не просто известным писателем и сценаристом, он был идейным борцом за освобождение Индонезии от колонизатора церкви Голландии. И с 8 лет, когда Рему исполнилось 8 лет, его семья переезжает в Индонезию, в Индонезии его отец ведет активную пропаганду, он там востребован, его миссия высоко ценится. И Рем воспитывался в столь экзотичной стране, столь далекой от Европы, то есть в Индонезии. И поначалу, естественно, ослепленной славой своего отца, Рем начинает именно как журналист. То есть он начал не как архитектор, он пробовал себя в роли сценариста и журналиста. И несмотря на то, что в итоге он стал архитектором, и не просто архитектором, одним из самых крупных ныне живущих архитекторов, тем не менее он блестяще владеет языком, что не так часто бывает в его профессии. То есть он пишет не просто по существу, но он это может здорово облечь. И самое интересное то, что от журналиста ему в наследство осталось умение схватывать самую суть злобой нервных тем. То есть он пишет актуально. Это не просто книги об искусстве как чем-то вечном. Это книги, посвященные самым-самым актуальным вопросам. Причем не только современного искусства, но и современного социума в принципе. На данный момент с его творчеством, я имею в виду творчеством, литературой, которая для вас прежде всего должна быть важна, можно ознакомиться о следующем работе. Здесь вы видите его главную книгу, первую и самую известную на данный момент. Это книга «Нью-Йорк вне себя», она переведена на русский язык. Это уже хорошо, потому что у Комхаса очень много книг, но с большинством из них нужно ознакомиться на английском языке. «Нью-Йорк вне себя» есть на русском языке. И это совершенно потрясающее, яркое, где-то ироничное, парадоксальное осмысление феномена Манхэттенка. Как социокультурного пространства. Пространство, в котором возникает архитектура совершенно нового типа. Вторая же, для нас более важная и ценная книга, и к эстетике имеющая непосредственное отношение, это сборник статей, на которых мы остановимся на наших лекциях подробно. Книга вышла под общим названием «Мусорное пространство». По последней статье, там три статьи из одной очень большой книги Комхаса. Эта брошюра совсем крошечная, после урока могу даже показать, она у меня с собой. Это буквально около ста страниц текста. Нам вышла недавно, и ее еще можно приобрести. Недавно на русском языке, то есть поднедавно я подразумеваю, в прошлый год, прежде всего. То есть это совсем новое издание. Иногда позаброшу. Так вот, в прошлом году вышла уникальная книга. Книга-беседа двух величайших архитектурных умов в наших дней. Питера Айзенмана, это учитель, наверное, Комхаса, и собственного Комхаса. Под общим названием «Суперкритика». Под критикой, напомню, в англоязычном пространстве принимается прежде всего более проницательный взгляд, чем обыденный. Суперкритика – это как бы сверху инициативный взгляд. Прежде всего, на наиболее актуальные вопросы, естественно, их виды искусства, но не только. Искусство как такового, и жизни современного как такового. И есть еще несколько работ, которые можно порекомендовать. Есть альбом совсем лебезовский, и тем не менее, по крайней мере, он с цветными фотографиями и текстом неглупый. Он соответствует действительности. Просто он рассчитан на, так скажем, не специальности. Это издала «Комсомольская правда». Эти альбомы, они совсем копеечные. И, повторюсь, там все-таки приведена какая-то информация о его жизни, разобранные его здания, какие-то эстетические взгляды в него. Совсем противоположенную позицию занимает вот эта книга. Эта книга Питера Азинмана вообще, в принципе, абсолютно уникальна. Она называется «Десять канонических зданий» в 1950-2000, то есть второй половине XX века. И вы знаете, я бы сказал, что это одна из тех немногих книг, если можно за всю жизнь собрать там 10 книг, которые оказали на человека наибольшее влияние. Вот на меня вот эта книга. В эту десятку абсолютно гарантированно попадет, какое она воздействие оказала. Она вышла относительно недавно на русский язык, и то есть я ее прочел на несколько раз, и никогда не мог себе представить, что к искусству архитектуры можно применить столь пронизательные церкви. То есть эта книга уникальна, абсолютно уникальна. Если бы я из всей эстетической мысли мог выполнить даже пять работ, эту бы я оттуда точно не выкинул. Но это читать, конечно, не как-то взаимодействие. То есть эта книга предполагает определенное ваше включение в ее чтение. Тоже еще можно купить, так как недавно вышло. Не уверен, что везде, но еще можно. И из русскоязычной литературы по Колхасу, на мой взгляд, наверное, вот эта работа самая любопытная. Это Владимир Зимович Поперный. Само название книги, это цитата из Колхаса. Факт-контекст. Это цитата из его статьи, посвященной торговым центрам. Их отрицание окружающего пространства. Так вот, эта книга посвящена в принципе современной архитектуре, и последняя ее глава обращена, в общем-то, к Рен-Колхасу. К сожалению, другие критические работы Колхаса на русский язык не переведены. Это очень обидно, потому что на самом деле у него их очень много. Есть более актуальные, более современные. А то, что есть сейчас, это все-таки то, что относится к концу 20-го столетия, а не 21-го века. И тем не менее, это все-таки уже что-то. Если бы пречь шла о том, что мы проходили бы эту дисциплину 5 лет назад, я бы вам вообще ничего не показал. Понимаете? А теперь уже что-то все-таки из-за таких. И это не плохо. Что касательно становления Колхаса, то, в общем-то, на самом деле предпосылки к архитектурной деятельности у него в семье тоже были. Не только у него был отец-писатель, а его дед по материнской линии, Дир Грозенберг, был в Голландии достаточно известным зодчим. То есть у него были и архитекторы. И такую же творческую обстановку он сохранил и в своей семье, его супругой стала тоже архитектор, достаточно известная художница, Зои Зенгелес. Творческие рискания Олхаса мы рассмотрим на следующих наших лекциях. Я решил показать сначала его эстетические взгляды, а потом, как он их притворяет в произведениях искусства. Его творческое бюро, надо сказать, очень известно. Оно не просто занималось постройкой ряда крупнейших проектов, которые, можно сказать, стали визитной карточкой начала 21 века. Но в его мастерской, например, начинала такая крупнейшая женщина-архитектор, наверное, ее фамилию вы знаете гарантированно, это Заха Хадзит. То есть для... если назвать женщину-архитектора, то это самая известная женщина-архитектора, да, вообще, в принципе, в этой стороне. Это его ученица. Ну, так сложилась судьба, что она уже мертва, а он еще жив, да, и даже жив его учитель. Но, повторюсь, творчество, и вот мы оставим на закуску, на потом. Я не случайно выбрал именно такую стратегию. Сначала теоретические взгляды, а потом искусство, как они притворяются уже в целом обличье. Потому что именно таким образом развивалась карьера Полхаса. Как и у большинства архитекторов-интеллектуалов. То есть он сначала прославился как теоретик архитектуры, а потом, собственно, стал архитектором. Сами представляете, что такое выиграть проект, да, многоденежный проект с авангардным предложением. Понятно, что когда объявляются тендеры, в большинстве случаев побеждают усредненные проекты, да, которые, в общем-то, всех могут устроить. Поэтому, как правило, архитекторы начинают выигрывать крупные проекты уже во второй половине своей жизни. Когда их и так уже все знают, когда знают, что они действительно занимают какую-то интересную, яркую позицию. А также произошло и с Полхасом. Его книга «Нью-Йорк не себя» выходит в 78-м году, и в начале 80-х это была уже библия архитектора. Да, это была одна из самых-самых востребованных книг в архитектуре. Повторюсь, это не совсем книга именно архитектурная, это книга именно эстетическая. То есть вы ее можете с таким же успехом читать, как ее может читать любой человек, который хоть какое-то отношение к культуре имеет. То есть она не рассчитана, это не пособие, как стать архитектором. Поэтому не будет графиков и другой инженерной мысли. Не инженерная книга, да? Архитектор, он все-таки ближе к художникам, а не к инженерам. А вот что касательно его крупных проектов, то они последуют уже в середине только 80-х. То есть когда он уже был всемирно известен как теоретик архитектуры. В чем же уникальность позиции Олхаса, его эстетического взгляда? В том, что я уже в общем-то обозначил на первой нашей лекции. Дело в том, что он не смотрит на искусство как что-то отличное от окружающего действительности. Он не является теоретиком искусства во имя искусства. Он не занимается метафизикой искусства. Он пытается определить эстетическую позицию современного художника как позицию исключительно социальную. Я бы даже сказал социо-культурную. Как позицию человека, который находится на определенном историческом отрезке времени, в определенном контексте и не может с ним не считаться. Это наиболее ярко, наверное, представлено именно в эстетической музыке Олхаса. Потому что он представляет все проблемы 20-го, 21-го века, переходы с 20-го на 21-го века. Не как они представлены в большинстве философских работ, когда их рассуждают. Вскрывают, демонстрируют и показывают, куда мы катимся. Его это не интересует. Он принимает это как факт. Мы находимся вот в этой точке. Происходят какие-то проблемы, и их нужно осмыслить, чтобы использовать. Не просто говорить «нет», потому что это, в общем-то, бессмысленно. А осмыслить во время того, чтобы научиться это испытать. Вот одна из цитат Олхаса, как он выражает свой взгляд самостоятельно. По-моему, последние четверть века нельзя говорить о внешней критической позиции. Она больше не существует. Об этом, собственно, и пишут Жижи, Латух и другие. Невозможно рассматривать современную реальность извне, не находясь вне. То есть он понимает, что вот эта позиция, позиция критического взгляда, это уже позиция внутри. Это уже позиция внутри данной ситуации. А это значит, что эту ситуацию нужно осмыслить не просто как что-то абстрактное, отдельное, а как то, что включено в нашу непосредственную жизнь. И мне кажется, что для вас, как людей, связанных со словом, журналистов будущих, литераторов, колхоз должен заинтересовать в первую очередь, потому что он пишет очень ярко. Он подбирает неологизмы, очень запоминающиеся, эффектные, которые могут схватить суть ситуации, создает их. Иногда даже использует ненормативную лексику, но вы это видели из названия книги Паперлова. И своими текстами он демонстрирует совершенно уникальную позицию. Он одновременно и порывает с предшествующей традицией, и полностью включен в них. Вот это редкое свойство, парадоксальное свойство, которое присуще мысли, да и произведениям, то есть архитектурным постройкам полкоса. На прошлой лекции я вам описывал эстетику преступления по Томасу де Гринзи. И мы разбирали то, что идеальное преступление, да, это такое преступление, которое с одной стороны полностью разрывает узы морали, а с другой стороны то, которое полностью осознает механизмы того социума, в котором оно совершается. Иначе его просто сразу же раскроют. Вот эта полная укорененность знания культуры, в которой находится человек, и абсолютный разрыв внутри, это и есть, наверное, та позиция, которую занимает Коурас. Потому что здание, которое он создает, действительно абсолютно новое. То есть ничего аналогичного не было в истории, да. То есть если он строит там небоскреб, то значит такого небоскреба точно никогда не было. И через пару уроков, я думаю, мы посмотрим его в зодчество, и вы в этом убедитесь. Но с другой стороны, чтобы это новое было не просто эксцессом, а действительно было новым внутри культуры, это культурное пространство должно быть полностью осознанно художником для осуществления разрыва. И именно это и видно в произведениях и текстах Колхаса. Дело в том, что если вы откроете любую книгу Колхаса, то вы натолкнетесь на текст, который можно было бы определить, как текст сотканный из сотен тысяч отсылок. То есть он не просто связывает одно предложение с другим во имя того, чтобы выразить свою мысль, а делает это таким образом, особенно, конечно, если вы читаете в подлиннике, чтобы постоянно отсылать вас к литературным, известным, политическим, даже коммерческим лозунгам или манифестам. То есть его текст дает миллионы аллюзий. И если вы читаете его и улавливаете эти аллюзии, то, конечно же, этот текст читать несоизмеримо интереснее, чем если вы просто пытаетесь выудить оттуда смысл, который он несет. И сегодня мы начнем знакомиться с одной первой статьей Колхаса, Колхаса, которую я выбрал, опять же, в качестве экспозиции во творчество не случайно, потому что она не об архитектуре, она о социокультурной пространстве в целом, она о городе. Дело в том, что на прошлой лекции я вам определил эстетику не так, как я даже ее обычно определяю. Обычно я все-таки ограничиваюсь гигианским определением, что эстетика – это философия искусства. Это просто легко запомнить, но это, так скажем, процентов 80 эстетики. Есть эстетика шире, чем философия искусства. Эстетика захватывает больший пласт феноменов, чем только искусство. И искусство, рассмотренное вне культуры, в общем-то, не является предметом исследования эстетики. Оно является предметом искусствознания. Эстетика занимается, как я уже говорил на прошлой лекции, оценкой, осмыслением тех эстетических котировок, которые происходят в данный момент. То есть эстетика занимается, конечно же, актуальным искусством. И именно в статье, которую мы сегодня будем разбирать, статье Колхотца, которая именуется город-дженерик, он выходит далеко за пределы искусства. Он анализирует город как таковой, но анализирует его с эстетической, конечно же, актуальным искусством. Эта статья заимствована из самой объемной работы Колхоса, которая называется SLAXL. Она была опубликована в 98-м году. Это больше тысячи страниц. Это действительно объемная книга. Она написана в соавторстве. И, к сожалению, на русском она отсутствует. Но статья о город-дженерик под названием, правда, город-дженерик на русском переведена. Я вам уже показывал этот тоненький сборничек, в котором она есть. Я бы даже перевел это не город-дженерик. Это может быть не совсем понятно русскоязычному читателю, ибо у нас это слово не с той часто все-таки употребляется, как на Западе. Я бы перевел ее как городозаменитель. Это будет более точно. То, что приходит на смену в город. Книга написана в 98-м, но, поверьте, этот человек работает в пиковых центрах мировой культуры. И, в общем-то, до нас это только сейчас доходит. То, что описано там, это для России актуально становится в конце 10-х годов 21-го века. И будет актуально еще в ближайшие лет 10. Что, собственно, есть этот самый дженерик? Это такое лекарственное средство, которое издается не под брендовым наименованием, а под непатентовым. Ну, вместо ножка, то дратавируем, допустим. Мы снимаем бренд, можем делать то же самое и продавать это никому, ничего не отчисляя. Обычно дженериками становятся, так сказать, выпускают дженерики те фирмы, которые изначально были представителями какого-то бренда, у них потом заканчивается лицензия, и они продолжают выпуск этих же препаратов, но уже без брендового наименования. Они, естественно, намного дешевле. Если же обратиться к английскому самому слову дженерик, а это важно, потому что именно на это делает ставку конкурс, дженерик происходит от слова родовой, то есть имеется в виду неспецифичный. То есть если речь идет о городе, город дженерик, то подразумевается город как таковой. Не какой-то город, да, не Лондон, Париж, да, а город, утративший свою индивидуальность. Собственно, об этом и статья. Статья. И Рэнт начинает ее с критики историзма. Для нас это очень важно, потому что на самом деле это очень оригинальная эстетическая позиция. Исторические памятники создавались тогда, когда количество людей на планете было несоизмеримо меньше, чем в наши дни. И тогда эти самые памятники могли выполнять свою функцию. По мере невообразимого роста населения и по-прежнему котирующихся исторических мест, эти места перестают справляться как с своей задачей, так и просто перестают работать на уровне культурного пола. или, как пишет Рэнт, идентичность, понимаемая как коллективно разделяемое прошлое, это заранее проигранная ставка. Очень дерзкая на самом деле мысль. Вы видите в ней радикальный разрыв. И в то же самое время работа показывает не просто манифест отказа от прошлого. Да, это не русский конструктивизм 20-х годов. Речь идет о очень глубоком понимании тех механизмов, на которых основана наша культура. Ну, приведу как пример. Хотя бы наш Эрмитаж. Само слово, название, да, Эрмитаж, отсылает нас к месту уединения и раздувания. И именно это место, да, в котором вы можете встретить толпы очумелых туристов, да, которые выстраиваются там колоссальной очередью, ну вот, потому что многие из них еще не умеют пользоваться интернетом, да, или заказать билеты там, ну вот, чтобы войти сразу же. Они там растягиваются чуть ли не до генштаба очередью. И если вы попадете в это самое место уединения, то уединиться вам там ни одного произведения искусства не дадут. Все будут пихаться, фотографировать, толпиться. А в итоге что? А в итоге то, что ни одно из представленных там произведений более не может выполнять той функции, для которой оно было создано. Диалог между художником и зрителем. Он становится невозможным. Можно выглянуть из-за спины чьей-то, да, то же самое и в руки, я просто привожу пример, который к нам поближе. И адекватный диалог, на который были рассчитаны эти полотна, там, в 15-16 веке, они, конечно же, уже этот диалог поддерживать не в состоянии. Таким образом, выстраивать свою идентичность на приобщение к определенным национальным или интернациональным ценностям культурным, как это было прежде в прежние века, больше невозможно. Как это формулирует реал? Дело не только в том, что доля, причитающаяся каждому при стабильно растущем населении, становится все меньше и меньше. История, кроме того, обладает неприглядным свойством распадаться, подобно радиоактивным материалам. Чем сильнее ее эксплуатируют, тем менее значимой она становится. И понятно, что когда на одно и то же произведение искусства набрасывается, в кавычках, конечно же, не 100 человек, а 100 миллионов человек, то ценность этого феномена уже становится ничтожно маленькой. То есть, если раньше из различных концептов, из различных культурных ценностей человек мог собрать свою идентичность, то сейчас это становится фактически невозможным. Да, потому что аналогичная же идентичность будет еще у нескольких миллионов человек. Потому что речь идет о почти 10 миллиардах наличия стоящих. Идентичность с помощью культуры сформироваться более не способна. И это, понимаете, говорит человек, который создает одни из самых высших образцов современного искусства. Повторюсь, это и радикальный разрыв, и совершенно фантастическое осознание истории культуры как такового. Что же касательно города? Ведь статья посвящена ему таково. Как человек формируется на основании базовых каких-то культурных ценностей, которые либо в него закладываются контекстом, либо могут отчасти выбираться им самостоятельно. То есть, стержневые какие-то идеи. Также этот город изначально формировался вокруг крепости, замка, Кремля. То есть, его сердцевины и разрастался уже от него. И, как правило, именно эта сердцевина и становилась его символом. Ну, как московский Кремль для нашего парка. Это не всегда должен быть обязательно каменный форт. Это может быть остров, отделенный водой. Так что в таком случае мы получим маркет. Потому что речь не идет о том, что это должна быть именно глуповка древности. Ситуация, которую описывает Колхоз, начала меняться только после Второй мировой войны. Чем далее от центра, тем менее престижной считалась площадь. И тем меньше там было достопримечательностей, и тем меньше там было возможностей. Каких бы то ни было. Ну, и так, в общем-то, было достаточно долго. Ну, всегда так быть не могло. Центра на всем не хватит. То есть, он может сдерживать, пока вокруг него нарастает лишь определенный объем. Но когда этот объем разрастается уже до неимоверных масштабов, то, в общем-то, центра не хватает, и силы его притяжения уже оказывается недостаточным. И в противорез этим городам с центром начинают появляться города, у которых нет истории. Города, которые лишены специфичности, у них нет индивидуального облика, эти города, конкурсы именуют городами-дженериками. Он не называет конкретные города, но понятно, что начинается такая экспансия с Азии, с Азиатского мира. Ибо Европа по-прежнему пытается удержать центр Балады. Хотя, сейчас мы уже видим, что даже на примере нашей родной столицы, что, в общем-то, этот процесс запущен и здесь. В каждом районе появляется все необходимое для жизни. Какие-нибудь крупные развлекательные центры, которые ничем не отличаются от тех, которые размещены в самом центре. Банки, магазины, все что угодно. То есть, постепенно эти части все более и более становятся независимыми, автономными. И даже если раньше, там хоть по какому-то поводу нужно было обязательно ехать куда-то в центр, речь-то, конечно, о достаточно давнем времени, так скажем, о времени второй половины 20-го века просто, то сейчас, в общем-то, это совершенно нет такой необходимости. Все можно решить в том пространстве, где вы находитесь. Как пишет Колхас, город Генерик – это город, освобожденный от гравитации центра, от смирительной рубашки идентичности. Город Генерик развивает этот деконструктивный цикл зависимости. В нем нет ничего, кроме отражения актуальных потребностей и актуальных возможностей. Это город без истории. И это действительно очень интересная мысль. Эта мысль интересна прежде всего тем, что она предполагает какую-то реакцию на эту ситуацию. Понимаете, можно бить себя в грудь, рвать волосы на голове и просто говорить, что все катится в непонятном направлении, Колхас этого никогда не делает. Колхас пытается отследить изменения, которые происходят в современной культуре, и их использовать в своих целях, чтобы достигать того результата, который он хочет. А не просто осуждать наличивающую ситуацию. Этим он радикальным образом отличается, допустим, от такого популярного философа, как Бадрияра. То есть на тексты Бадрияра, тексты Колхаса очень похожи. Но если в случае с Бадрияром все заканчивается осуждением сложившейся ситуации, хотя проницательности Бадрияра нужна должная, она уникальна. То есть просто так вы тех процессов, о которых он пишет, не заметите. Но Колхас этим не ограничивается. Он пытается продемонстрировать ситуацию, чтобы с ней жить. Он показывает то, что, в общем-то, идентичность является лишь историческим феноменом. И отказ от нее дает очень и очень много благ. Ничего плохого в отказе от этой самой идентичности, в общем-то, нет. Наоборот, ее наличие сейчас выглядит очень и очень гротескно. Особенно, когда речь идет не о городе, а речь идет о человеке. Ну, сейчас очень модное утверждение по типу «не будь как все», да, и «не быть как все», естественно, хотят все. И хотят быть одинаково, и быть как все. Естественно, это приводит не к идентичности, а к чему-то прямо к хотя бы положенному, но с интенцией во что бы то ни стало ее отстоять. Колхас предлагает что-то прямо противоположенное. То есть отказ от аутентичности сейчас как раз и будет весьма и весьма индивидуальным путем. Но он его занимает, в том числе. Что пишет о городе еще Колхас, демонстрируя радикальный разрыв современной нам ситуации социокультурной от той, которая была еще буквально там 20-30 лет назад. Еще до недавнего времени расстояние нами понималось в километрах. То есть если мы знаем, что до студии-то там 5 километров или 10 километров, значит мы можем себе представить, ну, за сколько мы можем туда добраться. Сейчас расстояние в километрах абсолютно неоплоенно не является. Потому что при условии передвижения на автотранспорте вы одно и то же расстояние можете проехать как за 10 минут, так и не проехать за несколько часов. Естественно, еще там 20-30 лет назад таких пробов, какие сейчас и какие будут еще через лет так 5, не было и в помине. Раньше богатые жили на первых этажах, а бедные жили наверху. Сейчас мы видим прям противоположную ситуацию. Еще более любопытно. В высотных домах живут богатые люди. И живут в тех местах, где на самом деле основное их средство передвижения, то есть автомобиль, использовать по назначению почти невозможно. То есть они живут в центре, в высоких домах. Напротив, бедные занимают самое ценное, что только может быть, землю. Ибо живут в домах относительно малоэтажности. И живут в тех районах, в которых можно спокойно использовать транспортное средство. То есть там, где пробок нет, вдалеке от центра. И так как в условиях роста населения, естественно, количество этих самых бедных, бедных условно, не нищих, а бедных таких, как мысль, резко увеличивается, естественно, получается, что центр начинает радикальнейшим образом проигрывать. В этих самых отдаленных местах от центра появляется все, что только может быть. Своя культура, свои микроцентры, свои сферы обслуживания, и более того, даже свои относительно специфические памятники. Искусство, культура. Что же касательно центра того самого, то он, а, более не способен вместить тех людей, которые туда хотят попасть, а, во-вторых, он на уровне культурного кода уже перестанет работать. Почему? Потому что, повторюсь, раньше вот эти центры, символы, культурные или социальные, выполняли роль знаковую. А понимаете, знак как таковой, что такое культура? Она нас несет символический код. Символический код, символический знак, это символический капитал. Он функционирует абсолютно по тем же принципам, что и капитал монетарный. Другое дело, что он ему неравен. И если на одно количество этого самого капитала приходится огромное количество его потребителей, использующих, то, естественно, его просто не хватает. То есть, он деварируется. Если все начинают использовать определенный знак, этот знак перестает обладать ценностью. Ну, представьте себе, что, допустим, какой-то знак отличия будет, ну, предположим, будет, там, не знаю, Оскаровская статуэтка, да? Сейчас она хоть каким-то еще весом обладает. Почему? Потому что Оскаровских лаулятов, ну, не так много. Можно даже сосчитать. А теперь представьте, что эту Оскаровскую статуэтку дадут всем. Все, она перестает обладать хоть каким-то знаковым посылом. То есть, она обнуляется. Ее ценность равна нулю. Это из серии «Если всем раздать денег по уровню». Да, то есть, ни у кого не будет идти. Потому что ценность в данном случае определяется наличием ограниченного с поля ее использования. Так как сейчас население резко увеличивается, то использовать те принципы, на которых базировалась европейская культура в предшествующие века, оказывается уже нецелезообразно. И Полхас одним из первых заявляет эту проблему в открытую. И более того, заявляет ее не как катастрофу, а как ситуацию, на которую нужно обратить внимание и, в общем-то, с ней жить и ее решать. Это наиболее важно. Любопытно, что эти же процессы можно отследить, то есть децентрации. Можно отследить даже на уровне феноменов с эстетикой и даже с философией, имеющей отношение к ним весьма и весьма опосредованное. На первой нашей лекции я вам приводил в качестве модели для определения того, что такое чувство и чувственное восприятие, схемы Карла Густава Ленинграда, его психологическую модель, где мы выяснили, что чувство – это ценностная категория, чувство – это не эмоция, а чувство – это, так скажем, оценочная шкала. Что если мы чувствуем любовь к кому-то, это значит, что он для нас очень важен, или эта ситуация очень важна, а не то, что мы какую-то эмоцию спим. Ну, эмоцию мы можем выражать, но если для нас что-то является очень важным, мы это таким образом выражаем. Так вот, в психологии Карла Густава Ленинграда, которая для начала 20-го века является одной из... ну, наиболее значительной. Ключевая категория была – это категория самости. Что такое самость по югу? Это сверхархетип, центрирующий все. Это то, куда включается я, это то, куда включаются все архетипы как таковые, да, это можно было бы назвать неким психологическим подобием целостного мира. Или как Юнг в своих психологических работах пишет – унус нутус, единый мир. Вот это идеальное выражение понимания как такового, мироздания человеком до Первой, до Второй мировой войны. Юнг, естественно, жил в Италии, он умер в 60-е годы, но понятно, что если человек родился в 19-м веке, резко после Второй мировой он новых мыслями вам толкать не будет. Что же было после него? Что является актуальным в этой науке психологии? Психология основана на архетипах Юнга сейчас. Современная версия юнгианской психологии называется архетипическая психология. Не путается аналитическая, аналитическая психология – это юнгианцы в чистом виде, те, которые просто изучают наследие Юнга. Архетипическая психология стоит на позиции близко к Юнгу, но демонстрирует радикальную децентрацию. Появляется понятие «не самости». То есть абсолютно тотального раскола. Все эти отдельные архетипы не сводимы к какому бы то ни было единству. То есть даже на уровне психологии, на уровне науки, которая обращена исключительно к человеческой душе, мы наблюдаем те же самые процессы. То есть если раньше вот эта децентрация понималась бы врачом исключительно как болезнь, что это человек нездоров, для Юнга центрированность и видение образа, которые он сопоставлял самостью у пациента, было признаком его ближайшего выздоровления. То есть для него это и ключевой показатель процесса исцеления. В современном же мире все не так. И даже само понятие «самости» заменяется на прямо противоположное. То есть ключевая фигура в архетипической психологии, если интересно почитать, это Джеймс Хиллман, относительно недавно живший психолог. Психолог очень известный, яркий. И, безусловно, более актуальный, чем труды Юнга, которые сейчас, конечно же, использовать уже по назначению можно только как труды исторические. По истории психологии, но никак не на практике. Так вот, Колхас, в отличие от мысли психологической и от мысли философской, демонстрирует ключевое отличие. Он не только вскрывает эту проблему, он не только не ужасается ей, но в своем творчестве он предлагает интереснейшие образцы использования этого на наше благо. То есть он не считает, что индивидуальное, индивидуализированное является чем-то приоритетным по отношению к неиндивидуализму. И, в общем-то, как показывает его практика, очевидно, он прав. То есть мы не можем сейчас настаивать на позиции отстаивания этих самых индивидуальностей по той простой причине, повторюсь, что она становится отсутствующим понятием. Это как оскор, который есть у всех. То есть невозможно сформировать сейчас такую индивидуальность, которая была бы радикально отличной от другой. То есть вашу физиологическую индивидуальность я не беру вращу. Она у вас есть по определению. Так же, как и ваша уникальная точка в времени и в пространстве, до которой занять чисто физически невозможно. То тут, где сижу я, вы можете сюда же сесть либо после меня, либо сесть рядом. Именно эту позицию, абсолютную позицию, естественно, то есть как угодно близко рядом не считается. Абсолютную позицию физически вы занять не можете. Поэтому вы наделены индивидуальностью определенной. Просто чисто по вашему рождению. Культурная же индивидуальность оказывается в современном мире под сомнением. Радикальный вопрос над ней ставит. Колхаз, он это делает очень смело, он это делает очень решительно. И если вы обратитесь к этой статье, а я вам советую все-таки, вот эта книжка совсем простая. Если у нее не себя, он, наверное, если... Я не знаю ваш уровень, понимаете? Кому-то он может показаться сложным. Но вот эта книжка, которой три статьи изданы отдельным брошюрами, они совсем простые. И первые две из них очень яркие. Третья, я ее не буду перед вами разбирать. То есть мусорное пространство, хотя она почему-то самая известная. Вот она чисто бодрияровская. Это все-таки крик выдающего. То есть там никак не проконструктивно принялись к жизни, нельзя. Первые же две в ножках. Они предлагают не только проблемы, но и ее решения. Есть вопросы какие-то? Понятно то, что я вам сказал? В следующий раз мы продолжим эстетические мысли Колхаса смотреть. А через раз или через пару раз, это как получится уже, я покажу в самом конце Колхасу его постройки. И проанализирую их не как искусствовед, а с точки зрения науки эстетики.